Для любви течет река, с Голдовского Христа, Новый завет твоей крови. Давайте еще раз. Аллилуйя. Двигай мной, дуб свой. Двигай мной, Бог живой. А пьяна, напои нас живою водой. Двигай мной, Бог святой. Двигай мной, Бог живой. А пьяна, напои нас живою водой. Благословенное имя Господа. Но ничего, на первый раз, я думаю, мы хорошо спели. Главное, что мы спели от всего нашего сердца. Мы первый раз спели этот псалом. Но ничего, Бог благословил нас. Главное, что Бог двигает нами, двигает Дух Святой каждому из нас. Он направляет каждого из нас, пусть мы не сверхвеликие певцы. Но мы поем от сердца Господу. И я верю всем сердцем, что такое пение от сердца, всего оно угодно Господу. И самое главное, как в этом припеве, двигай мной, Дух Святой. Двигай мной и наполняй меня, и веди меня, Святой Дух. Это самое важное в нашей жизни, иметь в действительности водительство Святым Духом. Это должен иметь каждый христианин, рожденный свыше. Сам Иисус Христос сказал, овцы мои, они слышат мой голос, за другим не идут. Почему не идут? Потому что они другого голоса не знают. Он им просто не нужен, не интересен. Мы знаем, что все остальные голоса, которые мы могли бы слышать, я не имею в виду физическим ухом каких-то духов, я лично ни разу не слышал ни дьявола ухом плотским, и Бога не слышал плотским ухом. Но суть в том, что овцы Божьи слышат голос Божий, следует за ним, за другим голосом они никогда не идут. Потому что они знают голос Иисуса Христа, и они следуют Ему. Иисус сказал замечательные слова, что овцы мои в моей руке, и никто их не похитит. Из руки Отца Моего я и Отец одно. Он сказал, в моей руке. Все, это твердо. То есть Он не может нас потерять, Он не может нас бросить, Он не может нас выбросить. Мы будем в Его руках. И насколько мы будем сохранять себя в Его руках, мы пребываем в Божьей безопасности. Конечно же, если мы добровольно выпрыгнем из этих рук, потому что Он нас не держит, грубо говоря, стальными руками, знаете. Если мы добровольно выпрыгнем, ну тогда у нас будут большие проблемы. Но я думаю, что никакой нормальный, здравый, вменяемый христианин, да, так скажем, в Духе Святом, возлюбивший Господа, конечно же, никуда из Его рук не побежит. Он всегда будет, наоборот, только в них иметь эту заботу, это тепло, этот уют Божий. Всех вам благословений, друзья. Присаживайтесь пока, пусть Бог благословит вас. Я верю, что Святой Дух сегодня благословит наши сердца и благословит нас Словом Своим. И Дух Святой, я верю, находится здесь и двигает нами. Сегодня я хочу говорить с вами на тему усыновления. Усыновления и поговорить о том, что Церковь Божья, она ожидает сегодня полноту усыновления, полноту усыновления, которая должна быть. Об этом говорится в послании к римлянам. И для этого мы с Божьей помощью обратимся к этой главе. Итак, римлянам 8 глава. Давайте мы прочитаем ее. Римлянам 8 глава. Вообще это такая очень, ну, можно звук уберите, там шипение, чуть-чуть, чтобы колонки не шумели. Они у меня шум не отвлекают. Можно на компьютере сделать, просто тише. Или сзади колонок, там колесико есть. Римлянам 8 глава. Здесь апостол говорит замечательные слова. Можно было бы, знаете, читать всю эту главу. И лично я, не знаю, как все, а я как проповедник, мне кажется, с одного стиха уже могу проповедь извлечь на целый час или полтора часа. Просто с одного стиха, хотя бы даже со вступления, с первого стиха 8 главы, что нет никакого осуждения. Я из этого стиха уже могу целую проповедь извлечь. Поэтому я не хочу зачитывать буквально все. Но это такая мощная глава, которая говорит о нашем усыновлении и о нашем искуплении. Я хочу взять такой стих, 14 стих, и прочитать ниже немного. «Ибо все, вводимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи». Прекрасно. Это то, о чем вначале сейчас я сказал, что церковь, она, да, рожденная свыше, и овцы Божьи, они слышат голос, соответственно, они, вводимые Духом Божьим, слышат Его голос и исполняют Его волю. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе». Мы знаем, что другие места Писания говорят, что в страхе есть мучение. Боящийся не совершенен в любви. То есть он не усовершенствовался в любви Божьей, потому что в Божьей любви нету страха. Это факт, это верно. В ней нет страха. Нет ни перед болезнью, ни перед гонениями, ни перед смертью. Нету в любви страха. То есть любовь Божья, она действует наподобие анестезии. Это факт, да? Она наподобие анестезии. Она просто блокирует вот этот страх, который может присутствовать в жизни верующего. То есть ты настолько растворяешься в любви Божьей, что просто этого страха, ну, его нету. Единственный страх, чего ты можешь бояться, ну, это только Господа. И то, мы его больше любим, но страх Господень все равно, он присутствует в нашей жизни. Если служим мы, как мы уже говорили ранее, не потому что мы боимся Бога, правда? Да. Ну, иначе, что это за служение, если мы служим Богу, вот только потому, что вот мы боимся Его, а вдруг Он нас в ад отправит? Нет, лучше будем Ему служить. Он злой такой Бог, да? Нет, Он абсолютно не злой, поэтому мы служим Ему, потому что мы Его любим. Это основа и фундамент нашей веры. Любовь к Богу, об этом и заповедь даже говорила еще в Ветхом Завете. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, умом, всей крепостью своей и так далее. То есть это фундамент нашей веры. Там не сказано, бойся Бога, страшись Бога, хотя Библия говорит о страхе. Но мы эту тему уже разбирали, вы в этом уже сами прекрасно разбираетесь. Итак, наш фундамент в служении – это любовь к Богу. Страх идет в следующем. Вот, но любовь Божья растворяется в нашем сердце. Итак, идем дальше. Вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче, то есть Отец, Отец, да, другими словами. Этот самый дух, которого мы приняли, да, свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. Как ты познаешь, что ты Дитё Божье? Святой дух, дух усыновления, о котором говорит апостол, в церкви в городе Риме, этот дух дает свидетельство твоему собственному духу, что ты Дитя Божье. Каким образом еще происходит это свидетельство? Мы уже говорили об этом. Бог еще в Ветхом Завете обещал израильскому народу, говоря, что я дам вам новое сердце, новый дух, и мой дух куда дам? Внутрь вас, к вашему новому духу, я вам дам еще мой новый дух, и сделаю так, что вы будете ходить по заповедям моим. Здесь апостол говорит такие слова, что этот дух свидетельствует нашему духу. То есть мы видим, что наш человеческий дух, он обновился, он стал новым духом, и Святой Дух свидетельствует нашему духу, что мы сыновья Божьи. Через свое перерождение мы видим, что мы являемся сыновьями и дочерями Всевышнего Бога, который изменил наши сердца и наши души. Дал нам в залог Дух Святой, дал нам Духу сыновления, и сделал нас, сделал, не сделает в будущем, а сделал нас совершенными. Да-да, друзья мои, для многих верующих это выглядит страшно, знаете, чуть ли не ужасной вещью, но на самом деле он сделал нас совершенными, в послании Римлянам говорится одной жертвой, и он сделал нас совершенными. Аминь. Поэтому дух внутри тебя, он совершенный дух, и вера внутри тебя абсолютно совершенная вера. В тебе ее не меньше, чем в апостола. Мне однажды одни люди написали, что я слишком, наверное, горд или высокого мнения, нужно думать скромно, типа того и так далее. Но я согласен, что христианин должен думать скромно. Но даже об Иисусе говорится, он не посчитал это хищением, быть равным Богу. Иисус сказал нам, для ученика достаточно, чтобы он был как учитель. Аминь. И у нас здесь нет ничего гордого. Это правильное евангельское учение, что в христианине внутри него совершенный дух. Это библейская правда. То, что в тебе совершенная вера, которая была в Иисусе, это совершенная правда. Аминь. Потому что Иисус Христос не обделил нас. В Евангелии говорится, в Новом Завете говорятся такие слова, имейте веру Божью. Не в Бога. Имейте в Божью веру. Вера в Бога это только первый этап, потому что приходящий к Богу должен верить, что он есть и ищущим его воздаёт. Но имейте веру Божью. Извините, а вера Божья это не наша вера, не земная. Это не человеческая. Это не динаминационная вера. Мы уже об этом говорили, что Иисус Христос не был по своему исповеданию адвентистом седьмого дня. Он не был харизматом, он не был баптистом. Ничего против людей в этих собраниях вообще не имеют. Там такие же люди, как и мы здесь, из той же самой плоти и крови и так далее. Но Иисус не был по своему исповеданию баптистом. Он не был свидетелем Иеговы. Понимаете? То есть Он не был. Иисус по своему исповеданию был Сыном Божьим. Вот кем Он был. К сожалению, немногие христиане сегодня имеют такое исповедание. Они почему-то себя исповедуют баптистами, пятидесятниками, адвентистами седьмого дня. Ну и неважно, знаете, опять же, ничего против людей. Они такие же люди, как и мы, и ничем не лучше нас, и не хуже нас. Такие же люди, как и мы. Понимаете? Но Иисус исповедовал себя Божьим Сыном, потому что Он Ему был. Библия говорит нам, что все мы поверили в Иисуса Христа, сыновья Божьи, и во Христа крестившиеся, во Христа и облеклись. Кстати, это первая ступень нашего усыновления. Потому что Бог нас взял в Свою семью и усыновил нас в число Своих дочерей и сыновей. Хотя все обетования принадлежали Израилю. Об этом говорил апостол Павел. Обетования там и так далее, усыновления. И все, что с этим связано, принадлежало Израилю. Потому что Бог создал израильский народ через Авраама для себя. Но когда израильский народ отверг Мессию Иисуса Христа, что сделал Господь, Он просто взял и пошел за овцами, которые не сего двора. Помните, когда Он был в оплоте на земле, Он сказал такие слова, у меня есть овцы и не этого двора. То есть не израильского. То есть те, которые за станом Израиля, а это язычники. И Он говорит, у меня вот там еще, среди язычников тоже есть овцы, мои овцы и там. Поэтому что Он делает? Он взял и через Голговский крест, через жертву своей крови, Иисус Христос просто-напросто берет и усыновляет нас Богу. Просто мы как беспризорники были, грубо говоря. Говорится, что все мы были как овцы, блуждающие, совратились там, все негодные, тем более люди из язычников поклонялись, ну, в России поклонялись там, в Древней Руси, так, возьмем все эти славянские племена, поклонялись разным богам там, вы все знаете их имена, но на самом деле это бесы. Реальные демоны, которые приходили, называли себя богами, являлись людям эти демоны, учили людей эти демоны, и люди, как они Бога настоящего не знали, и они кланялись, поклонялись этим бесам, да, там, всевозможные, так сказать, русичные, русские, так можно сказать, да, там, эти бесы, так называемые, да, которым наши предки, так сказать, поклонялись этим духом, и думали, что это боги. На самом деле это не боги, это бесы, которые выдавали себя за богов, даже многие люди выдавали себя за богов, фараоны там, вообще и прочие, им реально поклонялись, как богам, богов вообще сотни существуют в этом мире, даже сатана, это бог, бог этого лукавого века, князь, ну, бог здесь, да богом люди, что угодно можно сделать богом, хоть кусок дерева, да все что угодно, то есть бог это то, что человек чтит, поклоняется чему в своем сердце, но мы поклоняемся живому богу, в его духе, и в его истине, через Иисуса Христа, который раскрыл нам этого живого, бога, показал его характер, его силу, и так далее, и мы усыновлены в семью божью, а любую, благословенное имя Иисуса, и так, этот дух свидетельствует духу нашему, что мы дети божьи, а если дети, то и наследники, наследники божьи, санаследники же Христу, если только с ним страдаем, чтобы с ним и прославиться, вот тут вообще замечательные вещи, да, мы дети, мы наследники, наследники чего? Всего того, что имеет Иисус Христос, то есть, он нас просто по благодати усыновил, мы вообще для этого ничего не делали, он нас принял в семью божью, усыновил нас, и говорит о том, что если мы его дети, то мы и наследники божьи, то есть, мы наследники всего, мы наследники не только обетований, которые написаны у нас здесь в Библии, мы наследники не только исцеления, крещения Духом Святым, я не знаю, там, радости, счастья, ну, я не знаю, что Бог будет заботиться о нас, хранить нас, и тому подобное, все это Он нам обещал, мы наследуем не только это, но мы наследуем и Его Царство, и не только Царство, мы еще и эту землю наследуем, написано, праведные наследуют землю, мы будем жить, и эта земля будет принадлежать сыновьям Божьим, сегодня она временно оккупирована дьяволом, потому что дьявол через грех украл, грубо говоря, у Адама с Евой, а в Адаме с Евой, в Адаме все согрешили в Адаме, и через грех Адама и Евы, дьявол оккупировал эту землю, занял ее, и он тут временно господствует, и он тут людей натравливает, чтобы они тут делили ее, границы, знаете, ну и так далее, воюют за эти границы, сражаются всевозможными методами, но в оконцовке вся земля написана, и все дела на ней сгорят, поэтому то, что люди делят сегодня планету пополам, каждый хочет царствовать, и так далее, ну мир так устроен, мир весь лежит во зле, Бог ничего этого не устраивал, так получилось, так сделалось, грех вошел, со грехом вошла смерть, люди делятся, люди ссорятся, там неважно, воюют, убивают, и так далее, но в оконцовке, не только человек искупляется, спасается, но и земля будет искуплена, потому что Иоанн в книге Откровения увидел новое небо, и новую землю, на которых обитает правда, Аминь. Если мы дети, то мы и наследники Божьи, сонаследники Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться, вот здесь условие, друзья, должно быть страдание за Иисуса Христа, страдание за веру, если мы с Ним страдаем, то есть, если мы отождествлены с Его страданием, если мы переносим страдание, помните, апостол Павел сказал Тимофею, переноси страдание, как добрый воин Иисуса Христа, это страдание за веру, Конечно же, если верующий страдает за свои плохие дела, поступки, за свой там язык, не обузданный там или еще за что-то, или страдает там, ну не знаю, за все что угодно, ну только не за свою веру и не за Христа, ну конечно, тогда я могу сказать, что это глупый христианин. Ну иногда мы бываем такими, и ты был таким иногда пару раз, может быть, и я был, может быть, страдал не за веру, а за свои какие-нибудь, ну там, может быть, дела, да, ну всякое в жизни у человека бывает, но здесь апостол говорит, что если страдаем с ним, чтобы с ним и прославиться, и подумаешь, что нынешние временные страдания, Павел сразу подчеркивает ваши страдания, вот которые здесь на земле, они временные, даже если это гонение, даже если это страдания за время, за веру, извиняюсь, не имеют значения, эти временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас, аллилуйя, ибо тварь с надеждой ожидает откровения сыновей Божьих, потому что тварь покорилась в суете недобровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тления, свободы славы детей Божьих. Апостол подчеркивает, что все творение, оно также ожидает проявления сыновей Божьих, аминь. И вся тварь покорилась в суете недобровольно, но по воле покорившего. Некоторые думают, это Бог взял вот и покорил. Нет, нет, не Бог. Мы видим, что Адам в саду Эдема согрешил, и в Адаме все согрешили, и через грех Адама все творение впало, можно сказать, в сети, да. Сбой пошел везде, по всей земле, во всем, все творение. Адам за собой, за своим грехом поволок и все творение, все ушло. И даже земля стала проклятая из-за того, что он сделал. Бог ему говорит, земля будет тебе тернии и волчи, сорняки будет произращать, и ты будешь в поте лица еще работать на этой земле. Тварь с надеждой ожидает, потому что она вся мучается. И сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь в совокупности на этой мучается. То есть все в совокупности мучается. И не только она, но и мы сами. Разве мы не мучаемся иногда в этих телах? Ну еще как мучаемся. Ой-ой-ой. И мы, имея начаток Духа, в себе стянаем, стянаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Здесь апостол говорит об искуплении тела. А искупление тела связано с изменением нашего тела. То есть прежде чем изменяется наше тело, Бог Духом Святым изменяет наш Дух, делает его совершенным. Бог изменяет нашу душу. То есть он берет нашу внутренность, он ее обновляет Святым Духом. Но это еще не все. Иисус Христос хочет искупить нас во всей полноте. Потому что есть некоторые люди, живущие на земле, которые не увидят смерти, но будут изменены во мгновение ока. И я верю всем сердцем, что мы входим в число этих людей, которые будут изменены во мгновение ока. Многие люди, конечно, понавдумывали всяких учений, говорят, прими это откровение, прими то, без этого откровения ты не изменишься, без того откровения ты не войдешь в восхищение. А вот без вот этого истолкования ты не спасешься и в Царство Небесное не войдешь, а где-нибудь как неразумное дело будешь и так далее. Друзья мои, чтобы войти в восхищение, Иисус Христос уже сказал 2000 лет назад, что нужна вера. Верующий в меня не умрет, но будет жив вовек. Он говорит, я воскрешу его в последний день. Аминь. Все. Иисус говорил об изменении тела, о восхищении Церкви. Это просто. Человек верующий, посвященный Богу, будет изменен в своем теле, будет восхищен на небеса, будет вместе с ним в Небесном Царстве. Это факт. Аминь. Это правда. И не только эта тварь, но и мы, имея начаток Духа, стянаем, ожидаем усыновления, то есть искупления нашего тела. Сегодня ты стареешь, болеешь, ты страдаешь, но наши тела должны измениться. Мало кто из верующих имеет в это веру. Это замечательно, если Святой Дух дал тебе эту веру. И я верю, что действительно Церковь Божия находится в последнем времени, что время пришествия Иисуса Христа. Я не знаю, конечно же, сколько осталось до Его пришествия, месяцев, лет или еще чего-то. Это значение не имеет. Главное, чтобы мы были готовы. А когда Он придет, роли абсолютно не играют. Ну, лично для меня значения никакого не имеет, когда Он придет. Мне главное, чтобы я был готов к Его приходу. А я уверен, что мы будем готовы, потому что начавший в нас дело совершит его даже до явления самого Иисуса Христа. Обязательно. Иисус Христос на полпути не бросит, потому что мы в Его руке. И Он сказал, что никто не похитит моих овец из моей руки. Поэтому Его руки, они обязательно сделают из нас то, чего Он желает из нас сделать. Обязательно. Он сделает церковь без порока и пятна. Он уподобит церковь самому себе. Он сделает так, что церковь возрастет до одного уровня с Иисусом Христом. Обязательно. В нас это будет. Аминь. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, чего ему и надеется. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться и как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Апостол Павел показывает, что Святой Дух является тем, кто ходатайствует за нас. Аминь. Воздыханиями. Некоторые верующие думают, нужно молиться там, ну там, всегда молиться только на иных языках. Или другие слова, они говорят, молиться нужно там, два-три часа там, где-то там. Но апостол показывает, что Дух подкрепляет. Мы даже не знаем, о чем молиться и как должно. То есть, как нужно молиться. Что нужно делать, как молиться, каким образом. Но Павел говорит, Дух ходатайствует за нас. Даже воздыханиями неизреченными. Не только языки, друзья мои. Поймите. Бог слышит не только языки, не только громкую молитву. Не только молитву на два-три часа. Он слышит воздыхание. Дух даже через воздыхание. Ну так апостол Павел говорит здесь. Даже прежде нашего прошения, Он уже знает, какая у нас нужда. Да будет благословенное имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Следующее. Римлянам 9 глава хочу прочитать. С 9 главы апостол Павел говорит здесь о евреях. Я вначале об этом сказал, хочу зачитать. Истину говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. Что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердца моего. Здесь я верю, что Павел показывает состояние его духа. Дух усыновления. Это дух жертвенной любви. Насколько я могу понять. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти. То есть за израильтян, за евреев. Потому что когда Павел был, грубо говоря, взят от евреев, то есть вышел за стан Израиля. Когда вы помните, да, свет его сиял, Павел упал, временно слеп. Причем Иисус Христос его полностью исцелил. Некоторые верующие считают, что Павел до конца своих дней мучился со зрением, у него были проблемы. Я тоже так думал одно время, что у Павла были до самой смерти проблемы со зрением. Но у него их не было, потому что Иисус исцелил Павла. Павел полностью прозрел. Кстати, Иисус Христос наполовину не исцеляет. Я в это не верю. Однажды мы уже об этом говорили. Здесь Павел говорит. Здесь Павел показывает, что он настолько переживал за израильский народ, когда он увидел, что народ отверг то, что увидел Павел и то, что принял Павел. Павел мучился в своем сердце и другими словами, если бы даже возможно было, он бы вожелал бы, но лучше пусть я буду отлучен от Христа. То есть Павел, по сути, готов был стать жертвой за свой народ, точно такой же жертвой, как стал жертвой Иисус Христос. То есть Христос предал самому себя, отдал себя в жертву. И Павел говорит, я бы лучше сам был бы, если бы можно, быть отлученным от Христа, но вот пусть все братья мои, весь Израиль спасется. То есть Павел настолько оценивал, оценивал эту благодать, и в то же время Павел настолько видел катастрофическое положение своих братьев-евреев в том, что они отвергли. Что он говорит, ну лучше меня отлучите, но я хочу, чтобы они это поняли и познали и вошли в это другими словами. Потому что установление принадлежало им. Но они отошли. Но мы знаем, что Израиль спасется, как сказал апостол Павел. Мы знаем, что они будут иметь свое спасение, а Павел об этом говорил. Видите, хотя многие верующие сегодня считают, что все, всем евреям конец и так далее, но в свое время Бог им откроется. Они ослеплены, ожесточились до времени, как сказал апостол. И это неправильное учение, когда многие верующие на евреях ставят крест. Но также это неправильное учение, когда многие верующие превозносят израильскую нацию и пытаются евреизировать церковь Иисуса Христа. Это тоже неправильно, потому что в Иисусе у нас нет нации, ни иудея, ни раба, ни елена, ни свободного. Мы все одно в Иисусе Христе. Хвала Господу. Аллилуйя. Итак, мы говорим об усыновлении. Для этого, для начала, римлянам 6 глава. Мне очень нравится то, о чем говорит апостол Павел. Здесь тоже можно разбирать 6 главу римлянам по отдельности, чуть ли не по каждому стиху. И это будет замечательно. Но я хочу сделать акцент на том, что усыновление невозможно, то есть дойти до изменения тела, если сначала человек не сораспялся с Иисусом Христом. Итак, апостол Павел говорит здесь такие слова. Четвертый стих, первое, все стихи, это мощная, вообще это мощная глава. Шестая глава, которая показывает о том, каким образом человек отождествляется с Иисусом Христом. И не только через водное крещение, как здесь говорится. Но мы понимаем, что само водное крещение человека не изменяет нисколько. Многие верующие почему-то так учат. Но водное крещение, погружение в воду человека не изменяет. По одной простой причине, потому что я сам уже видел много раз, когда крестишь человека в воде, он принял крещение, вышел из воды и пошел, его жизнь ни грамма не изменилась. Смотришь, он и в мир назад ушел. То есть такое впечатление, думаешь, а что вообще произошло? Что вообще с ним, для чего вообще он крещение принял? Хотя вроде его наставляешь, говоришь и так далее. Но мы видим, что водное крещение человека ни на грамм не изменяет. Поэтому апостол Павел, когда пишет римлянам, он показывает о духовном соединении со Христом. Крестившиеся в смерти Иисуса Христа. Но об этом можно прочитать. Мы погребли с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то соединены, то должны быть соединены и подобием воскресения. Проблема в том, что многие христиане во время водного крещения не отождествляются с его смертью, не сораспинаются. Просто они вот идут окунуться, не знаю там. Просто вот окунуться идут и все. Но это не то, о чем учил апостол. Должно быть отождествление с Иисусом Христом, сораспятие с ним, для того, чтобы его дух мог обновить. Поэтому крещение это не просто ритуал. Человека повели, покрестили, сделали членом церкви, а он как был невозрожденный плотского ума, так и остался. А он как грешил, так и грешит. И уже вроде христианины грешил и мучаются постоянно. Вот они его в воду загонят, покрестят его, загонят в воду. Смотрите, что происходит. Он из воды выходит мокрым грешником. Внутри у него ничего не поменялось. Он грешит, грешит. И что они делают? Ставят на замечание и потом отлучают. Интересное кино получается. Их много таких. Через 2-3 месяца они своих новообращенных уже отлучают, потому что они грешат. И давай религии людям мозги пудрить, пугать людей, давить на людей и так далее и тому подобное. Понимаете, друзья? Это и происходит в современном христианстве, друзья мои. Абсолютно. Такое часто происходит. Но что здесь, что показывает апостол? Что это внутреннее сораспятие с Иисусом Христом. Когда человек духом жизни обновился, духом святым, когда он сораспялся со Христом, тогда он от греха освобождается. Он умирает для самого себя и для греха и начинает жить в Иисусе Христе. Аллилуйя. Хвала Иисусу. Знай, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, чтобы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Если мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с ним. Знай, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти. Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы считаете себя мертвыми для греха, но живыми же для Бога, во Христе Иисусе Господе нашим. Итак, да не царствует грех, смерть на вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Итак, мы видим, что усыновление, новое рождение происходит через нашу смерть, через наше отождествление с Иисусом Христом. Когда мы умираем для греха, мы умираем для этого мира. Мы отождествлены с Иисусом Христом. И тогда уже не смерть действует в нас, а жизнь действует в нас. Дух усыновления действует в нас, благодаря которому мы освобождены от греха и от закона греха и смерти. И мы во Христе Иисусе являемся новым творением. Дальше мы проходим процесс обучения. То есть мы проходим через новое рождение, через сораспятие, через отождествление со Христом. Мы проходим процесс обучения Духом Святым до времени изменения нашего тела. Таково обетование Божье. Аминь. Что такое искупление? Итак, искупление означает то, это означает, ну, что Бог желает вернуть нас. Вернуть нас к себе. Искупить. Как апостол Павел сказал, искупить подзаконных людей. Аминь. Иисус сам, написано, подчинился закону для того, чтобы искупить подзаконных. Аминь. Хвала Господу. Итак, оправдавшись верой, пятая глава римлянам, точнее, да, пятая глава. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верой получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божьей. И не этим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит, что терпение. А терпение должно иметь совершенное действие, мы это знаем. А терпение, что? Опытность. От опытности надежда. Вот для чего мы имеем переживания, скорбей и трудностей в нашей жизни. Аминь. Аминь. Вот она, великая любовь Божья. Мы даже еще родиться не успели, а Бог уже нас возлюбил прежде создания мира. Помните, как Он говорил об Исаве и об Акове? И Акова я возлюбила, и Сава я возненавидел. Они еще не родились. Вот Бог доказывает свою любовь, и сегодня нам Он доказывает ее тем, что Он возлюбил нас тогда, когда мы еще не родились. Когда мы были еще грешниками, Он нас любил. Так, друзья мои, а сегодня Он любит нас или нет? Если Он любил тогда, то представьте, насколько Он любит нас сегодня. Это вопрос не Его любви к нам. Зачастую это вопрос нашей к любви. Его любовь к нам не остывает, но наша любовь может остынуть, если мы не пребываем в нем, если мы не пребываем в вере, если мы не исследуем себя, не испытываем и не проверяем свою душу, друзья мои. Мы должны хранить сегодня, хранить сегодня свой сосуд и свое сердце в чистоте, потому что из Него, из сердца, источник и чего? Жизни. Хвала Господу Иисусу. Друзья мои, пусть Бог благословит наши сердца, и я верю всем сердцем, что Церковь Божья сегодня должна быть переселена, должна сегодня быть восхищена в Божье Царство. И я верю всем сердцем, что не только творение, но и мы должны ожидать, ожидать нашего изменения. Церковь Божья должна сегодня ожидать встречи с Господом и обновляться всегда Духом своего ума. Я верю, что именно для этого у нас есть Дух Святой, который и изменяет наши сердца, который двигает нашими сердцами. Пусть Господь благословит. Давайте мы помолимся. Так вот, коротко. То, что было у меня на сердце. Если можно, включите музыку. Пусть Бог благословит. Аллилуйя. Слава Богу. Дорогой наш Небесный Отец, мы благодарны Тебе всем сердцем, Господь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!